Обыкновенный автобусный билет сейчас превратился в настоящий страховой полис. Действует он от посадки в общественный транспорт и до момента выхода из него. В случае получения каких-либо увечья во время поездки, билет нужно сохранить. При подаче заявления на получение компенсации он может пригодиться. Необходимые условия дорожное происшествие должно быть зафиксировано в ГИБДД. Обязательно также справка от врача. Если формальности соблюдены, с нового года пассажиры на всех видах общественного транспорта могут рассчитывать на выплату страховой компенсации. Закон распространяется на автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи, самолеты, поезда, корабли и паромы. Размер страхового возмещения при гибели пассажира составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей, при причинении вреда здоровью до 2 миллионов рублей, имуществу до 23 тысяч рублей. Легковые такси в этот список не входят. Там пассажиры по-прежнему защищены обыкновенным поле самосага и размеры выплат значительно меньше. Закон принят и вступил в силу, но полноценно работать начнет тогда, когда к нему будут приняты необходимые подзаконные нормативные акты. Тогда страхование станет делом обязательным. Пока же фирмам-перевозчикам предлагается либо страховать ответственность добровольно, либо же брать на себя всю ответственность за здоровье и жизнь пассажиров. Если что-то случится, платить они будут из своего кармана. К настоящему времени в Иркутске добровольно застраховались 200 индивидуальных предпринимателей, которые работают на рынке транспортных услуг. Так как ответственность уже прописана, например, Ассоциация перевозчиков Иркутска уже заключает на добровольных началах такой вид страхования. То есть они добровольно страхуют свою ответственность, но с условиями тем, которые прописаны в законе. То есть с такими же большими суммами ответственности, с таким же документооборотом. Пока, как только страховщики начнут осуществлять обязательный вид, все это плавно перейдет в обязательный вид страхования. Эксперты уже подсчитали дополнительное финансовое бремя, которое ложится на перевозчиков. В год получилось примерно 16 тысяч рублей за одну маршрутку и 12 тысяч рублей за один трамвай или троллейбус. Всего же Иркутскому Горэлектротрансу за парк из 58 трамваев и 73 троллейбусов придется платить в страховую компанию полтора миллиона рублей в год. Закон носит позитивный характер, так как много ДТП происходит не по вине наших водителей. Ну, допустим, перед трамваем столкнулись два автомобиля, произошло резкое торможение, некоторые пассажиры, кто стоял, полетели, ушибы и так далее. Сегодня суды, как правило, принимают сторону потерпевшей стороны, и предприятию приходится выплачивать большие деньги со своей плановой убыточностью, с нашей плановой убыточностью. Ну, это имеет отрицательные факторы финансово-хозяйственной деятельности. На муниципальном транспорте часть расходов возьмет на себя городской бюджет. Частные перевозчики все дополнительные расходы на страхование будут нести сами. Туяна Немаев, Александр Барановский. Новости сейчас.